В эфире телеканала ННТ, новости 24, я Хадижа Курбанова, здравствуйте. И вот что ждет вас сегодня в выпуске. Выезд на встречку и быстрая езда. Шесть человек погибли в ДТП в Дагестане за один день. Более тысячи километров добра. Благотворительный фонд «Инсант» посетил Третью республику СКФО с партией гуманитарной помощи. Урожай пшеницы, риса и ячмения. Аграрии Бабайортовского района приступили к уборке озимых культур. За сутки в республике произошло 9 ДТП, в которых погибли 6 и ранено 9 человек. Основными причинами по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и превышение установленной скорости. ГИБДД республики призывает возителей быть предельно внимательными на дорогах и поменять манеру и темп вождения. Прошедшие сутки показали, что ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в республике остается не просто сложной, а катастрофически сложной. Я хочу обратиться к каждому жителю республики Дагестан. Задумайтесь о том, что процесс движения – это очень опасный процесс. Транспортное средство, которым вы управляете, – это источник повышенной опасности. Управляя им, вы подворгаете опасности не только себя, но и окружающих. Вспомните о том, что дорога – это не место для игр. Обращение по качеству и доступности медицинской помощи теперь можно направить в единый контактный центр, который открылся в Минздраве республики. Все желающие могут задать вопросы, касающиеся также лекарственного обеспечения и других сфер регионального здравоохранения. На звонки одновременно отвечают четыре оператора. В их роли выступают добровольцы-волонтеры – это студенты-медики. Обращение граждан позволит своевременно выявлять проблемы в работе учреждения и обеспечит обратную связь с пациентами. Более 300 детей в Дагестане будут обеспечены жильем в этом году. Об этом заявили в Министерстве образования Республики Дагестан. Глава ведомства рассказала, что в нынешнем году 316 детей-сирот региона будут обеспечены жильем. На эти цели выделено более 110 миллионов рублей из федерального бюджета, а из бюджета республики – 150 миллионов рублей. Очередная помощь от благотворительного фонда «Инсан» дошла до жителей Кабардино-Балкарии. Из Дагестана в соседние регионы отправились представители фонда. Следующий сюжет о том, как принимали гуманитарный груз от братского Дагестана в Нальчике. Эта большая фура с гуманитарной помощью прибыла уже в Третью Республику Северного Кавказа. На этот раз делегация Дагестана посетила Кабардино-Балкарию. Привезли с собой целый набор всего, что сейчас так необходимо. Это защитные костюмы, маски и другие сизы для врачей, а также более 25 тонн продуктовой помощи. Принимающая сторона благодарна за такое внимание. Братский дагестанский народ, наши братья по вере нашли, изыскали возможность оказать помощь нашей республике медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, продовольственными наборами. За что искренне от всей души хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, МОФТИА, уважаемого Ахмад Хаджи за организацию, такую организацию и представители, руководители фонда «Инсан», которые, несмотря на тяжелые положения сегодняшние, могут организовать вот такую помощь. Помогать соседям самым необходимым стала уже традицией для благотворительного фонда. По сей день, по словам гендиректора «Инсана», в организацию поступают обращения с просьбой о помощи из разных регионов страны. Оказать поддержку хочется всем и совместно с неравнодушными дагестанцами у представителей фонда «Это получается». Сегодня мы находимся в республике Кабардино-Балкария, привезли гуманитарную помощь для братского народа, 25 тонн продуктовой помощи и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Мы понимаем, как важно сегодня протягивать руку помощи в такие трудные моменты. И это как бы не последняя акция гуманитарной помощи фонда «Инсана», такие мероприятия будут продолжаться и дальше. Учитывая, что ресурсы у людей и материальные, и моральные уже почти на исходе, в фонде уверены, что даже небольшая помощь поможет выйти из ситуации легко. Всего вместе с сегодняшней поездкой делегаты проехали более тысячи километров добра, посетив также Карачаево-Черкесскую республику и Северную Осетию-Аланию. Между тем, в условиях пандемии без работы и средств к существованию остались и многие дагестанцы, поэтому фонд «Инсан» продолжает оказывать продовольственную помощь в рамках акции «Продукты в каждый дом и в нашей республике». Аграрии Дагестана приступили к уборке озимых зерновых культур. Первыми на полях, где созрел урожай пшеницы, риса и ячменя, вышли земледельцы Баба-Юртовского района. Там накануне побывал и глава Минсельхозпрода республики. Подробнее в материале Зумруд Гамидовой. Полоса в одну сторону, широкий разворот, и вот уже вторая полоса значительно потеряла высоте. Тяжелая техника утюжит волны ячмени. Корабли полея бороздят гектар за гектаром. В ходе визита делегация посетила КФХ «Озюмчу» в селе Хаматюрт. Общая площадь пахотной земли в этом хозяйстве составляет 130 гектаров. Здесь выращивается высокоурожайный сорт ячменя «Надежда». Для комбайнеров такая экстремальная жара в работе не помеха. Выдерживать ее им помогает современная техника, точнее климат-контроль. Развернулась страда и в соседнем хозяйстве Нур. Здесь фермеры рассчитывают получить по 50 центнеров с каждого гектара. Я думаю, неплохой урожай нас тоже будут. Как говорят, берег тоже жалуются. В общем, я считаю, нормально. Единственное, что плохо, что нет артизанской воды. У нас в Бабюрте, как Сулатская река, здесь воды нет. Всего в Дагестане под азимыми культурами занято более 90 тысяч гектаров. По словам Абзагира Гусейного, урожай этого года будет не ниже прошлогоднего. Урожай ожидается неплохой. Ждем отчета от администрации района, от фермера самого. Как мы видим, здесь 35 гектаров поля. В целом, хотел бы сказать, что парк техники в республике, конечно же, не хватает нам зерноуборочных комбайнов. Но мы привлекаем с других регионов на уборочную пору. Ожидаем неплохой урожай, несмотря на то, что апрель месяц был засушливый, он у нас выручил майские два дождя. Поэтому урожайность мы ожидаем не ниже прошлого года. При отсутствии осадков уборка продлится не больше месяца. В целом, урожайность в Бабаюртовском районе должна даже превысить показатели прошлого года. На сегодняшний день техника у нас неплохая, потому что ДАКС нам поставил технику. Спасибо им за то, что они помогают. В этом году мы собираемся урожай получать, как в следующем году, может и больше, наверное, на 5-10 сантиметров. Из Махачкалы в Самару и Новый Урингой рейсы на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться с 1 июля по субботам. Вылет будет осуществляться в 23.10. Время в пути до Самары 1 час 50 минут. Прибытие в Ямало-Ненецкий автономный округ утром в воскресенье. Билеты на рейсы Махачкала-Самары-Новой Урингой уже в продаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова